АПЛОДИСМЕНТЫ Это исследование вопросов, связанных с эффективностью разработанных комбикормов, изучения микроорганизмов, которые применяются для ферментации. В части, прежде всего, после вашего поручения, которое состоялось в 2019 году, и Национальная академия, и Министерство образования, подготовки кадров и обеспечения. Я почему этот вопрос поднимаю? Я знаю, что Академия наук в этом отношении ни шатко ни валко работала, потому что не было спроса на это, не было производства. Не было производства. Да, и будет производство, и ученые шевелиться в этом плане будут. Создали здесь центр, и ученые теперь приезжают, не мы к ним ездим, они приезжают сюда, потому что не только мы штаммы купили, уникальная лаборатория. То оборудование, которое у нас есть, сегодня, в принципе, может позволять... Короче, ты Академику потянешь за собой и выведешь их на более высокую... Мы подписали контракт. Уже с самого начала у нас договоры о сотрудничестве. С самого начала сразу подписали контракт и работали. Задача такая, помочь им произвести эти около миллиона тонн зерна. Ну, 700 тысяч, как он говорит. Информируют, что некоторые переживают, что монополист появляется, что цены даже сейчас вроде не конкурентные. Да нет, у нас цены ниже. Ниже цены. Нам надо исходить из того, что компания работает здесь и производит здесь. Из этого исходить из себестоимости, из нагрузки там кредитные и прочее. Но дешевле, чем в Европе, дешевле, чем в России, дешевле, чем везде. Конкуренция – это двигатель всего. А он, как рыночник, это понимает лучше, чем все мы вместе взятые. Поэтому надо думать о том, чтобы кто-то его ценой поджимал. Тогда он будет конкурировать. Ну, к примеру, привезли комбикорма или еще то, что он производит, откуда-то привезли, на 100 долларов дешевле. Что ты купишь его, а не… Ну, конечно, посчитаем налоги, то, что он платит и прочее. Выгоду эту тоже посчитаем. Но надо, чтобы была конкуренция, надо, чтобы был у потребителя выбор какой-то. Это правильно. А его будет симулировать. Да, и потом мы не все производим. Мы сами закупаем, делается химическим способом. Его нету. И он нужен для животных. Мы его покупаем. Валин. Витамины, валин, изолицин. Мы это покупаем. Да, 4 базовые аминокислоты мы делаем сами. Но остальные позиции надо покупать. Позиции, остальные, те они дают. А аминокислот у нас сколько? 7-8? 20. 20, а 10 незаменимых. 10 незаменимых, которые надо производить. А потому что они в организме не могут синтезироваться. Остальные здесь синтезируются в организме, микроорганизмами, которые у нас в желудочно-кишечном тракте. А вот эти, лизин, триптопан, трианин. Только поэтому их незаменимыми. Да. В сам термин. Это я знаю, я это прочитал, почему. Организм не синтезируется. Поэтому надо их без неба. Думаю, незаменимыми, если... Ну и потом, это количество с едой невозможно получить. Спасибо большое за эту колоссальную помощь и поддержку. Такую помощь и поддержку, ну вот, оказать только близкие друзья. Уважаемый президент, вы знаете, да, это действительно очень важный стратегический проект для Белоруссии. Это первое, по-моему, предприятие в Белоруссии по производству аминокислот. И первые крупные импортно-замещающие проекты в области глубокой переработки зерна. Но и первые в странах СНГ и даже в странах Европы такое масштабное, гигантское, агропромышленное комплексное производство полного цикла, объединяющее хранение зерна и производство различных кормов и аминокислот. И руководители китайской компании мне несколько раз рассказывали о том, какое повышенное внимание вы уделяли этому проекту, какую сильную поддержку вы оказывали проекту. Они сказали, что вы сами же инцидировали строительство, это важное строительство. Не преувеличивай мою роль. Мы только половину сделали. А дальше, китайские наши друзья должны нам еще больше помочь. Я вижу, что третью очередь мы серьезно уже ввязались в нее. Но мы еще думаем, какой там четвертый, пятый, мы думаем о лекарствах, которые готовы производить для вредного Запада вместе с китайцами уже. Но об этом еще поговорим. Александр Григорьевич, наша команда, Дмитрий и Леонидов. Василина, директора по экономике. Спасибо, ребята. Ну, многие, я посередине зарубитые, поэтому я говорю, что знакомые люди. Вот это наше будущее. Наши космонавты даже больше там. В космос мы слетаем без проблем. А вот это создать, это чудо. Александр Григорьевич, как Вы поручали, за 36 месяцев нужно было построить это производство. Вначале немножко была задержка на согласование по большему условию. Фактически в 2019 году начали. И попали на ковид. И несмотря на это, надо сказать огромное спасибо нашим китайским коллегам. У Ситика в мире строился только один проект Беларуси. Все проекты встали. И вот Ваша мудрая политика, что не закрыта была страна, она позволила этот проект точно в 36 месяцев построить. Вот это важно для наших людей. Я это пережил больше, чем кто-либо. Ты, наверное, почувствовал, как опытный человек. В 2020 году вот эти протесты, хождения, мятеж и просто... В основе лежит ковид. Ведь люди многие тогда не понимали то, что им предлагал. А весь мир идет таким образом. Вот один он... А все же подогревали. Что специально, чтобы меньше населения было. Хочет угробить беларусов и так. Я к чему это говорю, что сейчас уже абсолютно понятно не только мне и тебе, но и людям, что это в основном... Я всегда тогда вопрос ставил. Это искусственно созданная ситуация с пандемией? Или же это естественно? Уже сегодня на 90% все говорят, что искусственные. К чему это было? Чтобы опустить весь мир и прежде всего Китай, опустить экономику, развалить государство. Ну а кто бы поднялся на этом? Тот, кто деньги печатает. И они напечатали немало денег. И сегодняшняя инфляция, которую мы завозим в основном к себе, это инфляция, созданная Соединенными Штатами Америки. И отчасти Евросоюзом. Вертолетные деньги, доллары, евро разбрасывали и прочее. Но главное, таких как нас и таких большинство подавляющего в мире экономик, они должны были рухнуть. И они сегодня валятся, они разваливаются. И последствия еще и Россия ощущает, и еще больше ощутит. Да, они остановили свое производство, поэтому сегодня, к дню Октябрьской революции, у нас десятки-десятки новостроек. Вот это одна из них. Открываем это последствия того, что мы тогда не закрылись. Еще одно ваше поручение из общего нашего доклада, это БНБК-3. Сделали бизнес-план, маркетинговые исследования на белорусской стороне. Все документы прошли дважды ВКК. Правительство самым серьезным образом погружено в этот проект. Все замечания, которые были высказаны и исправлены. Это ТЭО получило положительное заключение консалтинговой международной компании. И это, в принципе, у нас новый проект, Александр Григорьевич. Это 200 тысяч тонн кукурузы, которые перерабатываются. На первичном уровне мы отжимаем жмыха и масла. Потом делаем крахмал, глюкозу. Из глюкозы делаем мальтигекстрины и карамельные патоки. Это, в принципе, ряд пищевки с переходом уже на фармацевию, потому что мы делаем чистую глюкозу, ферментацию витаминов. Здесь тоже научно-практический центр и идет экстракция. Речь идет о таких продуктах, как витамин С защищенный 35%, витамин С 99%, витамин В2 кормовой, витамин В12 для человека, фармацевтические фармакопеины и кормовой тоже. Китайские коллеги говорят, что за 5 лет они это построили. По вашему поручению присоединяем село к БНБК. Ну, несправедливо, когда переработчики живут добрые, а христиане... Хорошо, что хоть ты это понимаешь. А то у нас некоторые аж взвыли, когда я по ценам заговорил, ребята, давайте делиться. Не может крестьянин работать за 200 долларов, а работник торговли до 95 тысяч долларов в месяц. Ваша стратегия, в которой лежит справедливость, она держит сегодня страну. Этот проект под гарантию правительства. Почему этот проект не должен быть, он обязан быть социально ответственным? Любой бизнес-проект должен быть социально ответственным. Потому что этому бизнесу условия создавало, в том числе и государство. И государство, и люди. И государство должно поддерживаться. Это двустороннее движение. Ну вот меня что настораживает, что ты аж 5 лет собрался его строить. Как это нам уплотнится? Вы налево повернете, если скажете, что надо построить за 3, и мы построим. Я считаю, но я боюсь так волонтерически принимать решения. Не, не, вы правильно говорите, за 3 года можно. Мы тебе окажем всяческую поддержку. Вот что ты скажешь, то и будем делать. Даже я буду приезжать, работать сюда. Но если за 3, ну это подвиг. Потихоньку мы начинаем оптимизировать производство. Вот эти вот лошади такие свободные. Это резерв. Или вот это резерв. Допустим, вот уже первый резерв выбрал. Санкции ввели, русские остались без рыбьих кормов. 400 тысяч нету кормов. Подставили им плечо, 60 тысяч кормов у нас мощность. Кормим сегодня русский лосось, кормим сегодня русское море. То есть есть все, где производство организовать, да? А у нас же рыбий завод. А ну а хватает этого? Теперь не хватает. Они говорят, слушайте, давайте второй завод. Я вам рассказываю, где уникальность завода рыб. Мы не только делаем вот такой большой корм, как 9-ти миллиметров. Вот на этом семге. Как вы говорите, что конверсия 0,8. Что это значит? На 800 грамм этого корма рыба прирастает 1 килограмм. Так этот корм стоит 2,5 доллара, а рыба прирастает на 15 долларов. Вот бизнес. Сегодня этот завод, Александр Григорьевич, он загружен на 100%. Я вот хотел задать вопрос, ну это же богатство, это чудо. Нам надо пытаться подумать, о рыбе не производится. Ценные сорта мы будем увеличивать, Александр Григорьевич? Сядьте и подумайте, что мы можем, ты тоже подскажи, что мы можем производить, какую рыбу здесь. Корм есть. Ну что мы потребляем там всего ничего? Ну, во-первых, то, что происходит, обыкновенный карп, сазан и так далее, просто надо увеличивать. И возможности есть. Ну, может, еще, может, еще какую-то. Второе, осетровые. Ну, если мы это можем делать, и там хорошая, как он говорит, добавленная стоимость и прибыльность, это маржинальность хорошая. Ну, так давайте построим больше, подумай. Да. Это хорошее направление. Александр Григорьевич, это склад сырья, а то склад готовой продукции. Круглосуточно эта заработка, круглосуточно огрыжается, вопрос оттуда. Александр Григорьевич, зона А, эти четыре комбикормовых заводов, зернохранилища. Мы сейчас в департамент попали биотехнологии. Часть заводов биотехнологии находится в открытом доступе. То есть, это мукомольный завод. Перерабатываем тысячу тонн зерна в сутки. Из зерна, из муки делаем болтушку. Прогоняем ее 96 километров на заводе крахмала. Разделяем на крахмал, б-крахмал, пшеничные пентозаны, пшеничные волокна и отруби. Следующий завод, это пшеничные клейковины. Две тысячи тонн в месяц делаем пшеничные клейковины. Тысячу шестьсот пятьдесят долларов стоит. Протеин 82-85, стопроцентно идет на экспорт. Тут у нас уже аминокислоты, да? Да. Мы сейчас находимся в научно-практическом центре, в ЗАО БНБК. И как я вам сейчас по дороге рассказывал, продовольственная пшеница, у нас шесть переделов здесь. Превращаем в муку, муку превращаем в крахмал и получили первый экспортный продукт пшеничный глютен. Делаем сироп, он получается 35% после ферментации. Упариваем до 65%. Глюкоза поступает на ферментации. После ферментации идет очистка, экстракция. И получаем, соответственно, лизин монофлоргидрит, лизин сульфат, трептофан и трианин. Александр Григорьевич, у нас есть... Все это вещества сухие, да? Это все вещества сухие, измельченные, гранулированные. По сути, вот эта часть называется ферментацией. Это в 250 раз сокращенный завод. У меня на самом деле на заводе это все выглядит. Семиэтажное здание, 600 метров длиной, напичканное электромоборудование. И если здесь ферментер 2 куба, то на заводе ферментер 500 кубов. 10 железнодорожных цистерн, в которых эти бактерии, ну, кому-то сказать. А вот это все, если не больше, это завод называется экстракция. Здесь мы проводим сгущение, осаждение. Вторая линия, это резинка на топе 3, вторая линия резинсульфа. Каждые 5 минут упаковывают тонну куба, тонну куба. Работает 24 часа в сутки. Александр Григорьевич, ну, я уже это рассказывал. С пшеницы начали, мукой сделали крахмал. Из крахмала сделали глюкозу. Ну, и вот эта вся наша продукция. Мы построили это для того, чтобы мы тут настроены.